Всем привет и добро пожаловать на мой канал. Кто еще не подписан, обязательно подписывайтесь. Я вам готовлю выпуск по четырем компаниям, которые, думаю, на мой взгляд, очень интересные, откатили на уровне 2018 года, но продолжают являться первоклассными бизнесами. Некоторые зарабатывают деньги на акции, то есть это вполне даже можно отнести к валию темам. Но сегодня разговор будет не об этом, поскольку фон на американском фондовом рынке сложился довольно-довольно негативный. Я делал в начале года проекции свои и говорил, что коррекция возможна, и, естественно, ее, эту коррекцию практически все и ждут. Когда она случится, никто не знает. Может быть, в следующем году, может быть, через три года, может быть, вообще там на каком-то пятилетнем отрезке. Никто никогда не может сказать, когда она произойдет. Все, что мы можем видеть, это какие-то звоночки. Сегодня я попытаюсь рассказать то, что я, в принципе, вижу из новостного фона в Штатах, из того, что говорят крупные инвесторы, и вообще, как потребитель, что я вижу, что происходит в экономике, что происходит в нефтяной промышленности, так как я в ней завязан, и попытаюсь делать свои какие-то заключения по этому поводу. Ну, первое, самое основное, это, конечно, надо учесть то, что рынок рос. Рынок рос очень позитивно. За 2020-й, после падения, после пандемии, за 2021-й он рос, средний рынок постоянно рос. Менялись сектора, которые растут, переход были различные, там, и growth, и value. Ну, в общем, рынок, в принципе, рос, SAP 500 вырос, и здесь, как бы, результат налицо. Ну, что в этот момент происходило? Естественно, был, продолжил, был, работал печатный станок, очень много денег напечаталось, я об этом много раз тоже повторял, что инфляция, конечно, будет, и она ожидаемая. Что было неожидаемое? Неожидаемые были темпы инфляции. И что произошло? Наверное, здесь не только в Штатах, вы видите, картина, наверное, в любой другой стране. Помимо того, что просто захламили, да, грубо говоря, денежный рынок дешевыми деньгами, которые, а, были в большом количестве эмиссированы, и, б, они были просто выпущены под очень низкий процент. И это привело, естественно, к инфляции. К тому же нарушение поставок, это все вы прекрасно знаете, прекрасно понимаете, цепочки разорвались, ковидная ситуация, очень много людей не могут или не хотят выходить на работу и так далее. То есть, привело к тому, что еще к этому добавилась так называемая такая supply chain, да, issues. То есть, это те именно цепочки поставок, которые произошли, обрывы, и из-за этого, естественно, возросла еще инфляция. То есть, такая двойной удар по инфляции. Что делал Federal Reserve, Центробанк? Они очень долго, наверное, практически год говорили, что это transitionary, закрывали глаза, хотя всем было очевидно, что инфляция большая. И вот они выходят сейчас, конечно, и говорят, что инфляцию надо как-то фиксировать, надо ее действительно удержать, поскольку инфляция разгоняется и, возможно, какая-то гиперинфляция. То есть, за 40 лет последняя инфляция самая большая. Это ощутимо, это ощутимо мне, как потребителю в Штатах. Это видно, я думаю, в любой другой стране, наверное, в которой вы сейчас не находились. Инфляция ощутима, это понятно. Что происходит в потребительском секторе? Естественно, халявные деньги, они заканчиваются, подходят к концу. То есть, есть, конечно, некоторые моратории на невыселение по поводу неуплаты различного рента. То есть, много-много всяких программ продолжает идти, продолжает поступать кэш какой-то тем людям, которые не могут или не хотят работать, но халявные деньги в какой-то момент быстро заканчиваются. Куда пойдут люди? Естественно, первое, куда они пойдут за тем, чтобы вытянуть деньги и как-то их потратить, это, скорее всего, будут, может быть, даже инвестиционные счета, могут быть даже и пенсионные счета. То есть, второе, куда пойдут люди после того, как у них закончится такой своеобразный кэш, такой свободный кэш, они пойдут на фондовый рынок и оттуда начнут вытягивать. Эти происходили процессы, я знаю очень много примеров, когда люди реально окунались и в 401k, и во всякие retirement accounts. Это происходило до этого постоянно. Сейчас это риск, наверное, увеличился, что это произойдет. К тому же, вот это вот повышение тех самых заработных плат, которые, в принципе, инфляция потянула. Что произошло? Вот человек раньше получал там 11 долларов за час, а теперь получает, к примеру, 15 долларов за час. Некоторые компании дают бонусы, предлагают там тысячу, две тысячи долларов сайна, бонус для того, чтобы люди шли только работать. Но к чему это приводит? Это нездоровая ситуация, это не повышает производительность труда. То есть, здоровая ситуация, это когда при повышении уровня дохода гражданина повышается его, так сказать, заработная оплата и повышается производительность труда, из-за чего, в принципе, повышается всеобщий GPD, то есть валовый внутренний продукт, поскольку повышается производительность труда. Но в этом случае идет рост цен, идет рост доходов, но производительность труда, как таковая, она не повышается. Что повышается? Просто повышается общая инфляция и раздувается GPD на основании просто повышения общей инфляции. Так вот, все это, конечно, очень и очень негативно, в первую очередь, потому что Federal Reserve надо останавливать эту тему, надо как-то действовать более агрессивно. И они сначала говорили, что они будут поднимать пару раз ставку, сейчас они говорят, что возможно повышение ставки до четырех раз. Весь вопрос, насколько одни поднимут эту ставку, и поэтому вся паника сейчас, которая происходит на фондовом рынке, это как раз таки из-за того, что возможно поднятие ключевой ставки будет действительно больше, чаще и гораздо больше, чем даже кто-то до этого предполагал. И, соответственно, сейчас еще что происходит? Очень много компаний, которые, в принципе, показывали очень хороший рост, очень бурный рост, и сейчас они немного складываются из-за того, что не показывают, не удается показывать такой серьезный рост. Я делал по компании Netflix, у меня были сомнения по компании Netflix еще на прошлой отчетности. На прошлой отчетности я подчеркнул, что несмотря на то, что компания заработала очень много денег, в принципе, они заработали приличную сумму net income, но вот эти non-gap метрики, которые я отмечал, они не растут. То есть они растут, но медленно, то есть subscribers не растет, то есть все вот эти non-gap метрики, которые прилагались именно компании Netflix, из-за чего она так хорошо росла, они как будто перестают действовать. Теперь компания Netflix куда будет относиться? Growth, она уже так называемая не подходит. И еще такой интересный момент, если кто помнит, когда компания Netflix была, так сказать, исключена из индекса FENG, и Джим Крамер придумал индекс MAMA. И я еще отметил, что, возможно, Netflix на этом фоне, из-за того, что она выходит теперь из связки FENG, возможно, она будет падать. И так, в принципе, происходит. Сегодня вышел отчет после марки, там просто балл на 20%. Я бы не трогал, вообще просто с 10-футовой палкой не подходил бы к таким акциям, которые вот на каких-то таких очень больших и негативных новостях падают. Я бы не пытался ловить такой падающий нож вообще никогда в жизни. Дело в том, что завтра может быть коррекция по NASDAQ, там надо будет, допустим, на 2-3% и Netflix еще больше упадет. То есть тут надо смотреть, конечно, всегда по общему рынку в том числе. И общий негативный фон, он обычно продолжается дольше, чем кто-то предполагает. Посмотрите на акцию Peloton, да, то есть которая постоянно падает. Ее там уже, по-моему, ну меньше даже цены IPO забубенили, да, то есть там уже, по-моему, по 15 или 20 долларов она продается. Ну, в общем, очень много упала акция Peloton. И, соответственно, все вот эти вот темы, которые падают, их лучше, конечно, не подбирать. Как их подбирать? Это надо делать какие-то стратегии на подбор, там, подбирать там раз в четверть, если ты уверен в их бизнесе, или там, ну не пытаться подобрать там ежедневно какие-то акции, пусть они падают, пусть пыль усядет. Что дальше может произойти? В принципе, коррекция по общему рынку, она ожидаемая. Ничего тут такого прям архиве важного не случится, если она произойдет. Ну, допустим, с IP500 уйдет сейчас на 20-25 процентов вниз. Что произойдет с другими индексами? Понятно, Dow Jones примерно так же упадет. Nasdaq упадет в этот момент где-то на 40 процентов, возможно, а возможно даже и больше. Но надо понимать, что паниковать не стоит. Если у вас есть акция технологического сектора, и надо четко себе ставить такую установку, что если Nasdaq упадет на 40 процентов, а с IP500 упадет на 25, то после того, как тренд развернется, Nasdaq вырастет потом за год, к примеру, на 60 процентов, а с IP вырастет на 20 процентов. То есть волатильность никто не отменял, Nasdaq упадет быстрее, чем с IP. Если кто не знает, это всегда исторически происходит. Ну и вырастет он тоже быстрее, чем, скорее всего, с IP500. Что бы я сейчас сделал? Я ничего не покупаю сейчас на таких негативных новостях. То есть они обычно начинают как ком наваливаться, другой инвестор сейчас выйдет, завтра скажет, что он там, допустим, сокращает свои позиции и так далее. То есть сейчас, мне кажется, вот не очень хорошее время именно для покупок. Надо, мне кажется, подождать, посмотреть. И если будет действительно какой-то разворот, тем более в пятницу обычно таких чудес не происходит на фондовом рынке, но я бы подождал и посмотрел, действительно, как будет действовать себя средний рынок. Вот такие у меня мысли. По поводу, какие компании, допустим, при падении подбирать, всегда, если, допустим, лично своего простого правила подбирать, надо уиннеров. Те компании, которые до обвала хорошо себя вели, после обвала и после восстановления экономики или рынка, они будут также себя хорошо вести. К примеру, возьмем Google. То есть если даже Google сложится там на 30-40 процентов, все прекрасно понимаем, что Google никто не будет переставать пользоваться, YouTube только наращивает свои subscription и так далее. То есть Google продолжит зарабатывать те миллиарды долларов earnings per share, которые они зарабатывали. И сейчас они будут это делать, и после обвала они это будут делать, и это они будут делать гораздо дольше. То есть я бы фокусировался в этом случае после, допустим, коррекции на победителей и выбирал те акции, которые действительно показывали до падения хороший рост. Они после падения, скорее всего, после восстановления тренда будут хороший рост показывать. Я бы не стремился покупать какие-то маленькие компании, а действительно, как говорится, stick with winners. Apple никуда не уйдет, Google никуда не уйдет, Microsoft не уйдет. То есть, возможно, у вас будет шанс купить Microsoft по 200 долларов, вам, возможно, по 150 долларов, и это будет просто подарок. Вот такие выводы. То есть сейчас, действительно, обстановка немного напряженная. Это чувствуется по всем вообще фронтам, ну, по крайней мере, мне здесь, по инфляции, по неопределенности по поводу Federal Reserve, самое главное. Защитные активы я бы не искал. Если рынок рухается, то есть никаких вообще защитных активов не существует, все падает. То есть, надо понимать, что все то, что росло там 100 процентов за год, может сложиться и 50 процентов за год, ну, и потом вырасти, допустим, на 100 процентов за год. То есть, сейчас бегать из акции в акцию, наверное, не стоит. Еще один момент хотел отметить. Я всегда говорю о том, что надо не диверсифицировать сильно, выбирать некоторые там всего, несколько компаний в свой портфель. Что это помогает? Это помогает сосредоточиться именно на тех акциях, которыми ты ведешь инвестиции. И в случае, действительно, если уж тебе охота немного разгрузиться, там, забрать, там, к примеру, выйти в 20-30 процентов кэшу, что, в принципе, абсолютно нормально. Никто не говорит тебе, что надо быть постоянно загруженным и сидеть, смотреть этот обвал. Если тебе прям захотелось 20-30 процентов в кэшу вывести с рынка, то, чем меньше акций в портфеле, тем легче это сделать. Просто даже физически, эмоционально, поскольку здесь, когда у тебя, там, 30-70 акций в портфеле, тебе приходится либо делать 70 продаж, либо выбирать какие-то компании, как ты выберешь, да, то есть какие-то выберешь 10, которые ты будешь закрывать. Когда у тебя, там, 5 или 10, вполне очень просто постричь этот портфель и сделать его более ликвидным на случай провала и, допустим, потом дальнейшие откупки активов. Стратегия у каждого свои, кто как решает. Ну, вот есть такие моменты, которые надо учитывать. Даже в условиях перед диверсикацией вам будет труднее это сделать, чем в условиях того, когда у вас есть, там, 10 акций в портфеле. Вот, в принципе, и все. Я сделаю обзор на некоторые компании, которые считают, что они маленькие, но они должны вырасти, потому что у них бизнес просто в Америке растет. Они строят заводы, они, там, строят фабрики, набирают обороты и так далее и тому подобное. Пару слов могу сказать в нефтянке. Я, допустим, вижу абсолютно то же самое, что происходит везде. Повышение цен в основном идет за счет повышения цен на перевозки, то есть Freight Services, то есть это логистика. Логистика сейчас забирает очень много-много денег. У крупных компаний, надо понимать, всегда есть контракты. То есть, если были, допустим, у нефтяного какого-то гиганта компания контракты с тем же самым там Schlumberger или там Halliburton или Baker Hughes, они, как правило, работают по тем же самым ценам, по тем же самым ценам, которые прописаны в контракте. То есть Schlumberger, к примеру, не может выйти и просто сказать, вот в это стоит сейчас в два раза дороже, поскольку у крупных игроков обычно есть контракты долгосрочные. Что увеличивается? Обычно увеличиваются в этом плане какие-то expediting feed, то есть увеличатся какие-то нагрузки дополнительные на то, чтобы производить быстрее тот или иной товар и увеличивается нагрузка на логистику и траты на логистику увеличиваются. Просто в таких ситуациях выигрывают транспортные компании. И вообще, я думаю, что, в принципе, в Америке от всего вот этого бума и баста, которые, возможно, сейчас произойдет, в первую очередь выиграют все равно поставщики, то есть supply chain, вот эти цепочки логистические, они действительно никуда не денутся. То есть они будут также перевозить товары, будь то там будут производить, перевозить трубы или там продукты, но это все будет двигаться, да, соответственно. Вот такие мысли. Всем пока. Оставайтесь на канале. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова